Я могу рассказать о наиболее таких мощных и эффективных практиках, к примеру, это кунжила. Кунжила это очень мощная практика, которая позволяет перенаправить ток энергии в сушумно-наде. Сушумно-наде это центральный энергетический канал, который находится в нашем позвоночнике. Для чего вообще это нужно? Для чего это энергию перенаправлять нужно? Вообще зачем это делать? И вообще знаете, как кунжила делается? Вообще очень странно с точки зрения обычного человека. Берется трехлитровая банка, туда наливается чистая вода, желательно, чтобы она была теплая. Размешивается в этой воде соль, вода должна быть такой, как соляной раствор, но не слишком соленая, чтобы ее можно было пить. После этого берут эту трехлитровую банку, идут к белому камню, подходят, выпивают максимальное количество воды и выводят эту воду назад. То есть, ну, странно так ведь. Зачем себя ставить в такое положение, когда приходится выводить воду назад? Видимо, в древности йоги заметили, что вода имеет очень такие необычные свойства. И вода вслед за собой, если это еще вода заряжена, к примеру, мантру можно попить на эту воду. Вода, она вслед за собой может тянуть энергию. Сколько литров нужно сделать кунжила, чтобы был эффект? Ну, от трех литров. Три-шесть литров хотя бы, чтобы был эффект. Это не то, что там вы литр выпили, вывели, все, кунжила я сделаю. То есть, ну, по факту, да, галочка есть, кунжила есть, плюс один, скажем так. Но эффект это будет незначительный. Три-шесть литров, тогда можно действительно почувствовать мощный эффект. Если у вас, например, была энергия внизу, в районе Сатхистана чакры, Муладхара чакры, можно почувствовать, что в районе макушки такая шапочка образуется. А для чего это делается? Для чего нужно поднимать эту энергию из нижних центров? Дело в том, что каждой чакре, энергетическому центру, чакра – это энергетический центр, к каждой чакре относятся те или иные, как положительные эффекты, так и отрицательные эффекты, отрицательные проявления сознания. К примеру, если рассмотреть положительный эффект Муладхара чакры, кто знает? У человека гармонично работает Муладхара чакра. Что у такого человека будет? Земные вопросы хорошо решаются. Человек здоров, как бык, можно так сказать. Вот это хорошо развитая Муладхара чакра, она хорошо работает, гармонично. Если Муладхара чакра находится в дисбалансе, что тогда будет у человека? Обратная агрессия. Агрессия будет возникать, совершенно верно, гнев будет возникать. Есть ли Сватхистана чакра? Положительный эффект у Сватхистана, гармоничное, так сказать, состояние Сватхистана чакры. Что будет? Человек будет коммуникабельным, то есть он будет находить контакт с другими людьми. То есть он будет взаимодействовать хорошо, решать какие-то проблемы в социуме. Душа компании, можно так сказать. А негатив Сватхистана чакры? Конфликты? Ну, скорее, конфликты – это уже Вишутха чакра. А вот Сватхистана чакра – это страсти, похоть, мороженое, тортики, что еще. В общем, сладости какие-то, наслаждения такие. Это вот у человека, значит, дисбаланс Сватхистана чакры. Страх еще совершенно верно. То есть в зависимости от того, как вот говорят мудрые люди, в зависимости от того, какие лепестки у чакры там начинают шевелиться, в зависимости от этого такое качество у человека может преобладать. Не помню, по-моему, с правой стороны это похоть как раз, а с левой стороны это страх. Похоть? Ну, когда человек желает что-то, желать можно разного. То есть можно желать страстно, там, к примеру, женщину или мужчину. То есть можно похотлить… Где граница? Где граница? Когда человек, да, то есть когда у человека… Когда ему одной женщины мало… Мне политкорректно название вот сперматоксикоз, вот это что-то в этом роде. Когда у человека такие проблемы наступают, соответственно, похоть возникает. Человек, ну, скажем так, упустил момент, когда он не занимался, и у него накопилась энергия, вследствие чего возникло такое омраченное состояние. То есть если регулярно предаваться практике, этого ничего не будет. Это по факту так. У него будет спокойное состояние. Человек не будет предаваться страстям. В социуме, к сожалению, это крайне-крайне трудно, достижимо. Почему? Потому что мы сейчас живем в таком мире, когда… Какой мейнстрим пока еще преобладает? Пока еще, к сожалению, споров о том, кто веган, а кто вегетарианец нету. Но в правительстве… К сожалению. Да, к сожалению. Пока еще спорят о другом немножко там. Пока еще мейнстрим – это наслаждение, так ведь, по телевизору что показывают? К чему стремят людям, людей? К отдаче энергии. То есть посредством различных увеселений каких-то. Разные увеселения. Зомбоящик – это одно из самых таких дешевых, скажем так, удовольствий, которое навязывает, в свою очередь, какие-то стандарты поведения человека. К примеру, если сейчас проводили психологические тесты, приходят в детский сад и говорят, «Дети, изобразите, пожалуйста, праздник». Что они делают, как вы думаете? Ставят. Ставят рюмки, да, и начинают чокаться. Ну да, они изображают праздник так, как они его видели, так ведь? А если бы они этого не видели, как бы они показывали праздник? Совершенно по-иному, так ведь? То есть в зависимости от того, что они видят, так они и начинают жить. Вот когда говорят, «Я курю, это мой выбор», там, или «Я пью, это мой выбор». Да это смешно просто. Или «Мясо, это мой выбор». Да, это мой выбор. Вот я ем, вот мой. Это вообще ни разу не так. Почему? Потому что с детства человеку навязали, можно так сказать, посредством чего? Родители, зазомбированные были, можно так сказать, навязывали свои концепции. Телевизор навязывал свои концепции, школа навязывала свои концепции. Я ходил, вот, кстати, с этим, с сыном на первое занятие, на 1 сентября, там, подготовительное было. И там такое было, объясняли такое понятие, что дают нам животные. И детишки, «Мясо, нам животные дают мясо». То есть, я хотел зайти там, «Какое мясо?», ну, а я просто был в этом, в соседней комнате, там, дети сидели в одной комнате, у нас была такая трансляция. И мы с родителями, родители сидели в другой комнате, наблюдали за этим процессом. Реально хотелось зайти, так просто сказать. Мясо никто дать не хочет самостоятельно, то есть, добровольно. Никто его не дает, мясо. То есть, естественно, его забирают, отнимают, животных убивают. Для того, чтобы человек не предавался вот этим страстям, которые могут возникать на вот этих чакрах, именно для этого йоги и меняют энергию и токи энергии в своем тонком теле посредством шаткарм. То есть, вот кунжила – это как кувалда такая энергетическая. То есть, она очень мощно воздействует на тонкое тело, но у нее достаточно большое количество противопоказаний. И крайне аккуратно стоит относиться к кунжиле. Сколько раз кунжилу следует выполнять в неделю? Ну, не чаще, чем раз в неделю, по крайней мере. Лучше еще реже. То есть, кунжилу нужно выполнять, когда уже все тяжело. То есть, посредством там мантры, хатха-йоги. Чего, пранаяма, медитация, не получается восстановить, скажем так, свою энергию, можно сделать кунжилу. Очень много раз замечал и на своем примере, как меняется состояние сознания после кунжилы. Помню, вот никогда не забуду, в экопоселение, я однажды приехал в наше экопоселение, в культурный центр, и там у нас парень, он спорил, постоянно спорил с кем-то. Скажем так, пытался продавить свою точку зрения. Я помню вот четко, как он пошел делать кунжилу, 3 литра, по-моему, сделал кунжилу, пришел, это был одуванчик. То есть, он находил компромисс со всеми там. То есть, можно было прийти к какому-то единому мнению, но совершенно по-другому начал вести себя. То есть, это факт, от энергии будет зависеть то, как вы будете даже взаимодействовать с вашими друзьями. Поэтому, если вы чувствуете, что наступает какая-то конфликтная ситуация, нужно попробовать поработать с своей энергией, возможно, эта конфликтная ситуация разрешится сама собой, очень легким путем. То есть, кунжила, она подтягивает энергию из сердца, да? Да. Энергия из нижних центров после шумни поднимается вверх. На какое больше всего воздействие чакру оказывается? Здесь трудно сказать. Есть мнение, что на анахата чакру воздействие оказывается. То есть, когда у человека какие-то привязанности сильные, какие-то переживания, любовные, скажем, его там бросил человек какой-то любимый и так далее. Советуют кунжилу делать в этом случае. Но, по моему опыту, я знаю, что кунжила оказывает воздействие на, ну, скажем так, весь вот этот столб чакральный. То есть, если у вас были проблемы с едой, вам проще с едой. Если у вас были проблемы с похотью, вам немного стало попроще с похотью. Если были проблемы там с борьбой какой-то, это вишутха чакра, чуть-чуть стало полегче с борьбой. То есть, за счет вот этого перенаправления энергии, у вас энергия перемещается из нижних центров в более высшее. И тогда, ну, совершенно по-иному начинаете себя вести. Спокойнее гораздо становитесь и так далее, и так далее. Где выполнять? Выполнять на природе можно, дома выполнять. У меня, к примеру, нет возможности на природу ехать ради того, чтобы сделать кунжилу. Естественно, у меня есть дома любимая банка трехлитровая, вот, которую мы наполняем периодически водой, и я делаю кунжилу. То есть, соль и лайм, да? Вода и соль, да. А лайм не надо? Лайм, ну, для гурманов можно, да. Не делают некоторые, да, я знаю, лимон добавляют. Ну, для чего подслащают? Для того, чтобы, ну, проще выпить было 3 литра. Ведь кто-то 3 делает, а кто-то 6, попробуй 6 литров выпей, так ведь соленой воды. Поэтому туда добавляют немножко лимона, для того, чтобы проще было выпить. Нет, там еще чисто биохимический процесс. Да, если у вас вода будет... Солочная вода. Все верно, щелочная вода. Да, то есть, если у вас вода будет без соли, вообще... А вода кипяченая? Я кипяченая, да. Ну, Москва. Лучше тайную, совершенно верно. Со скважины, пожалуйста, если есть возможность. Это вообще... Поехали на дачу со скважины, набрали воды, да, в этот баллон. Привезли. А можно и здесь практику такую сделать? Здесь и так практик будет достаточно вам. Васильев Владимир делал йога-лагерь на Жанне, выездной семинар по шанкопракшалане. Реально, то есть, они уходили там в лес и выполняли шанкопракшалан. Он их учил упражнениям там и так далее, и так далее. Хорошо, есть куда бежать. Да, то есть, если есть куда бежать, можно. Шанкопракшалана – это тоже одна из таких, можно сказать, кувалд энергетических, которые могут очень мощное воздействие оказать на энергетическое тело. Вообще, прежде чем начать заниматься хатха-йогой, крайне рекомендуется выполнить шанкопракшалану. Прежде чем начать заниматься изменением своего питания, рекомендуется выполнить шанкопракшалану. Для чего? Токсины, которые накапливались с течением жизнедеятельности вашей, они вывелись, ну, хотя бы до некоторой степени. Но не нужно думать, что если вы выполнили шанкопракшалану, то все, ваш кишечник чистый. Некоторые думают, что вот, знаете, как шанкопракшалану выполняется? Нет, не все знают, наверное, да? То есть берется трехлитровая банка опять любимая, то есть стакан воды, выпивается стакан, выполняются упражнения. У нас есть, кстати, видео, мы записывали видео со мной, там есть, про шанкопракшалану с упражнением. Можете набить там в ютубе шанкопракшалану, там чудин, например, ну, точно найдете. Я по нему делала. По нему-то вы и учились. Да, очень хорошие. Да, эффективные методики для быстрого продвижения в практике йоги. Там подробно рассмотрены очистительные практики эффективные, которые я применял в своей жизни. То есть я не о всех шаткармах там рассказал, а о тех, которые сам регулярно практикую. Так вот, я помню, как шанкопракшалану я, кстати, сделал. Я просто в книжке прочел и выполнил. Получилось с первого раза. А, набил... Нужно выпить воду, выполнять упражнение. Опять выпить воду. Да, опять вода. Теперь уже выводим с другой стороны. Да, выводим с другой стороны. Посредством различных упражнений мы воду проводим через кишечник и выводим эту воду. То есть каким образом делается? Нужно пить стакан, выполнять упражнение. Пьется стакан воды, выполняется упражнение до тех пор, пока не появляются позывы в туалет. Соответственно, после этого человек идет, выводит эту воду, через некоторое время опять позывы будут возникать. Таким образом освобождается кишечник от различных токсинов. Некоторые считают, что шанка прокшалана выполнена тогда, когда из кишечника уже идет чистая вода. Но даже если из вашего кишечника пошла чистая вода, это вовсе не означает, что ваш кишечник чистый. Вот я вас и уверяю, если вы будете голодать 20 дней, делать клизму 3 раза в день, ваш кишечник даже через 20 дней будет грязным. Это факт. Потому что в кишечнике у него там есть складки, в которых задерживаются вот эти токсины, которые накапливаются в организме. Посредством чего можно вывести токсины? Посредством питания. Посредством питания. Отличный ответ. Вот Дарья, Дарья Чудина будет рассказывать о питании 100%. Она не может не рассказать. У нее есть хороший очень опыт очищения организма. У нее была аллергия. И она ничем ее не могла вылечить. Я помню, отправляла ее в какую-то дорогую клинику. Она там сдавала анализы за какие-то безумные деньги. Ее разводили. В общем, как и всех. Как часто можно проводить санкар-кшалан раз в сезон. То есть раз в 3 месяца. А там же какое-то вино можно выбирать с луной связанной? Ну, скорее всего, на восходящую луну. То есть на новолуние. То есть когда луна начинается. То есть стричься тоже лучше в новолуние. Но я не думаю, что следует привязываться. Есть возможность выполнить прокшалан? Выполните прокшалан. Нет, я считаю, не обязательно следовать именно джойтишу вот этому. Ну, будет меньше эффект. Но вы сделаете. А вы можете его ждать и не сделать. То есть когда возможность появляется, лучше приложить усилия и выполнить. Методику. Шанка прокшалана, она крайне показана. Перед тем, как начинать, переходить уже к каким-то изменениям в вашем питании. Тем более, если вы уже задумаетесь такой методикой, как голодание, там икадыши. Вот это сначала прокшалана, потом икадыши. А не наоборот. То есть икадыши потерял сознание, а потом понял, что надо сделать шанка прокшалана. Спасибо.